И нам абсолютно без разницы, где вы находитесь, главный результат. Телевидение вам дает такой результат. И место, где вы можете поставить газовое оборудование, да находится где угодно. В данном случае напротив торговых видов на автомобилистов. Поворачиваете направо, доезжаете до упора и там направо, и ставите себе газовое оборудование. И вы можете говорить, но понять-то надо. Магнитогорск активнее всех, и мы понимаем, что проще сэкономить, не ограничивая себя. Экономим на всем и на газу, но позволяем себе перемещаться. Круто? Да. Мысль вполне очевидная. Мы ставим газовое оборудование и получаем сногсшибательный результат. Давайте людям объясним, почему необходимо ставить газовое оборудование. Потому что люди начинают рассказывать, что газовое оборудование сжигает в вас двигатель. Так ли это? Да нет, конечно. Клапаны не горят. Все работает самым наилучшим образом. А газовое оборудование это экономия. Газовое оборудование это бюджет. Вот чистый экономический бюджет для больших двигателей, он еще больше, чем для малолетражек, правильно? Да. Потому что очень многие люди, которые покупают машины с большим объемом, они в большей степени ставят газобаллонное оборудование. Во-первых, это и лучше для самого двигателя, ну и экономия для нас, для автомобилистов. А какие супермашины вы ставили? Потому что в городе есть такие агрегаты, ну просто красота, да? Люди наконец-таки поняли, что зачем платить бешеное количество денег, когда можно купить себе джипчики и капчики. Замечательные американские машины, вот они ставят везде газовое оборудование. Я просто вижу результат, когда люди ездят на большом автомобиле, но тем не менее у них везде газ. Ну джип 5,2, Тойота Тундра, она 4,7. То есть вот это объем двигателей, то есть и соответственно расход на этих машинах где-то под 25-30 литров, ну это бензина. Ну соответственно где-то примерно столько же газа, но экономия-то мы понимаем, что она в цене. Поэтому многие люди ставят газовое оборудование и мощность, сейчас четвертое поколение, она абсолютно не теряется. Тем более на двигателях, в которых объем больше 3 литров. Конечно хорошо, когда мощная машинка ест газ, никаких проблем. Но четвертое поколение и на малолитражках также экономит, вот так-то. Почему вы решили поставить себе газовое оборудование? Ну чтобы экономить. То есть надо понимать, да? Купили себе машину, но лучше экономить, правильно? Конечно. А тем более знаю, что на такой машине можно поездить где угодно. И за грибами, и не только за грибами, и за рыбкой в том числе. Точно так. Куда денежки потом отложите? Потому что я понимаю, что у вас режим экономии будет в два раза. То есть если, допустим, раньше вы тратили, ну примерно там 10 тысяч рублей, теперь будет 5 тысяч. А 5 тысяч куда? На колеса. Вау! А как же. Ну а куда ехать понятно. Мы вам неоднократно показывали то самое место. Место низких цен. Они таковыми и являются. Не все хотят, но тот, кто может, показывает качество. А в нашем образе качество в виде дешевого газа в ваш автомобиль. В начале сюжета я показал, куда ехать, если вы едете снизу. Но большинство людей выезжают сверху. То есть они едут на торговые ряды на автомобилистах. Кстати, не на торговые автомобилисты, хотя и сюда они тоже ездят. Потому что строю Ралопт. Потому что это Орион. Но вы проезжаете чуть-чуть дальше и поворачиваете налево. Проезжаете до упора и там направо. Там ставите газовое оборудование и начинаете экономить.